приветствую вас дорогие друзья коллеги сегодня будем делать мармелад из пюре груша я использую пюре боне груша сахар смешанный с яблочным пектином вторая порция сахара лимонный сок у нас еще будет лимонная кислота сотейники положила инвертный сахар 3 малин и глюкозный сироп мне необходимо пюре груши смешанная с инвертным сиропом с тремалином туда же добавляем сок нагреть до температуры 30-35 градусов чтобы мармелад не попали косточки я сок лимона процеживают через сито и включаю нагрев гранулы лимонной кислоты смешиваю с небольшим количеством воды у нас получается пропорции один к одному растворяю и буду использовать эту лимонную кислоту в самом конце приготовления мармелада как только температура пюре достигнет 30 градусов я туда всыплю первую партию сахара с пектином 30 градусов и мы добавляем сахар с пектином хорошо перемешиваем и дождиком всыпаем пюре после того как масса с пектином прогреется до начала кипения только после этого я добавлю оставшийся сахар этот мармелад можно делать и на кухонной машине kenwood cooking chef тогда вам не придется стоять над плитой и постоянно помешивать помешивать будет за вас машина и так я считаю что приготовить мармелад грушовых в машине kenwood cooking chef будет значительно проще поэтому после того как я ввела первую порцию сахара с пектином немножко прогреваю эту массу и сейчас переливаю ее вижу миксером миксер у меня с нагревом поэтому будет поддерживаться постоянная температура которая мне необходимо а миксер поможет мне беспрерывно помешивать наш мармелад и дать ему пригореть все очень просто и я рада что у меня есть такой помощник ставлю машину в рабочее состояние туда же закрываю сейчас основную порцию сахара опускаю головку миксера использую насадку для перемешивания горячих ингредиентов выставляю температуру нагрева 108 градусов и машина начала работать без моего участия нам останется только в конце варки добавить лимонную кислоту перемешанную с водой и наш мармелад готов мы разольем его в рамки и после стабилизации нарежем помощью струны сегодня мы будем варить мармелад по правилам и я буду проверять плотность мармелада по специальному устройству нам необходимо доварить мармелад до плотности 75 брикс я вам покажу то устройство через которое можно проверить плотность приготовленных вами десертов пока мармелад варится я вам расскажу о вот таком вот устройстве это такой достаточно простой способ проверить плотность мармелада и других сахарных сиропов джемов конфитюров и прочего если вы готовите по рецептам где написано доварите до 60 брикс до 70 брикс до 80 брикс и вы не понимаете что такое брикс и как это измерять вот есть вот такое вот устройство каплю жидкости сладкой сиропа мармелада джема и так далее вам надо будет капнуть на вот это вот стеклышко здесь есть глазок через который вы можете посмотреть и внутри увидеть плотность по делениям до какой степени доварен ваш сироп или мармелад вот такое вот простое устройство которое позволяет варить мармелад и другие сладкие сиропы до нужной консистенции до правильной консистенции брикс пока мармелад варится я вам расскажу про вот эту вот штуку и как ей пользоваться я уже подготовила рамку изолировала ее с другой стороны пленкой чтобы было легко и просто залить мармелад и в дальнейшем его вынуть из форме теперь по поводу работаем вот с этим аппаратом необходимо с помощью пипетки набрать небольшое количество мармелада сиропа желе все то что вы хотите измерить небольшую каплю а.п. на стекло теперь смотрим сейчас можно увидеть яркое пятно на уровне 50 60 брикс то есть плотность мармелады не на том уровне которое нам нужно но она уже выше чем я замеряла первый раз и так я проверил по нашему устройству до какого до какой плотности брикс доварился мармелад все что нам нужно мы достигли семьдесят пять брикс я выливаю в мармелад точнее пока в массу лимонную кислоту с водой перемешиваю перемешиваю хорошо можно это делать вручную можно делать непосредственно в машине видно что мармелад масса уменьшилась наверное ну в полтора раза не в два на полтора точно выливаю всю массу форму собираю все с боков держи с коврика мы рамку не переносим оставляем ее стабилизироваться видно что у массы такая достаточно плотная даже пузырьки воздуха которые есть внутри они не лопаются не подымаются стабилизация займет 8 12 часов в это время мы не передвигаем рану рамку не подымаем единственное если вам нужно перенести рамку лучше всего сразу постелить коврик на противень и с противнем уже просто вылить мармелад праву и отнести в сухое прохладное место холодильник ставить не нужно рядом солнце с батареей ставить не нужно ну и соответственно ждем когда мармелад стабилизируется и так мои дорогие вот смотрите как выглядит мармелад я его вынимаю из формы пленочку оставляю можно его подрезать по краям если вы чувствуете что ну он у вас зацепился сильно у меня он хорошо отходит от формы убираю с краев это важно чтобы она чтобы пленка не помешала нарезки красивой нарезки мармелада у меня форма 20 на 20 сантиметров если вы возьмете форму большего размера мармелад у вас выйдет тоньше если вы возьмете форму меньшего размера мармелад у вас выйдет пухленьким более толстеньким мне вообще очень нравится этот размер достаточно удобный пленочку обязательно убираем за пределы мармелада но не убираем снизу это поможет нам аккуратно его нарезать с этой стороны с одного края я прямо укладываю рядом со срезом чтобы не было больших излишков у меня струнный нож фирмы нож гитара я обязательно оставлю ссылку на их компанию и смотрите медленно и аккуратно видно как струны проходят сквозь мармелад но они не пройдут сквозь пленку которая находится в самом низу вы увидите когда у вас струны полностью прорежет мармелад это видно сбоку будет видно аккуратно поднимаем и переворачиваем и теперь вот как раз для чего нужно укладывать мармелад на пленке для чего я это делаю чтобы вот так спокойно перевернуть снова поправляем чтобы у нас были идеальные кубики делаем аналогичный срез доводим до того момента когда вы увидите что струны утонули за пределы платформы значит мармелад прорезался снова аккуратно снимаем что я делаю дальше мы разделим мармелад так чтобы он смог подышать чуть-чуть постоять стабилизироваться срез бачок и после этого можно обвалять его в сахаре либо окунуть шоколад это тоже один из вариантов у вас будут конфеты мармелад шоколаде но из можно сделать стандартным способом обвалять сахаре но все равно я рекомендую предварительно разделить кубики чтобы между ними было пространство и оставить их на пару часов в сухом прохладном месте чтобы они слегка заветрились то что сахар приклеится в любом случае потому что мармелад достаточно липкий если бы вы варили до меньшего количества брикс то можно было этот мармелад залить в баночку есть из банки то есть если мы сейчас доваривали до там 70 75 процентов брик 100 для помещения в банку можно доварить до 55 до 60 брикс у вас будет мармелад тогда более жидкий его можно брать ложкой и есть но соответственно бармелад у нас вкусный груша вы видите как тоненько срез получился я сейчас поднимаю один из кубиков смотрите какой красивый мне очень нравится но первых если у вас нету струнного ножа можно делать аккуратно обычным ножом берите длинный мойте его под строй горячей воды насухо вытирайте и аккуратно нарезайте по линейке чтобы у вас кубики были одинакового размера обваливаем сахаре и наслаждаемся мармелад это тот продукт который очень долго хранится поэтому это идеальный десерт для упаковки для транспортировки на дальние расстояния для создания сладких коробок сладких свете боксов крис нас бокс имейте в виду это тот десерт который можно готовить и дарить и летом и зимой пармелад универсален не дожидаясь того как пройдет пару часов я несколько кусочков обваляю сейчас покажу как это происходит мелкокристаллический сахар насыпаю в емкость ведь он достаточно липкий и вот он липкий да то есть можно заметить и как я уже сказала после того как он у вас или полежит немножко обветрится он будет не таким липким помещаем миску и достаем его оттуда вот так выглядит обваленный в сахаре мармелад красота я их разделила между собой чтобы был воздух и оставляю на пару часов после того как они просушатся я уже все обваляю сахаре